Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков. Данный текст опубликован мастер-дистрибьютором компании EagleBitrade Францишку Роберту. Я представляю вам отредактированный перевод данного текста на русском языке. Из него, в общем-то, вы достаточно подробно узнаете о том, что же происходило в компании за последние месяцы. Давайте начнем с объяснения того, почему начались проблемы на старой платформе EagleBitrade. Многие партнеры знают, что эти проблемы начались, когда мы начали сотрудничать с платформой Pages. Данная платформа, несмотря на обещанную автоматизацию вывода денег из личных кабинетов EagleBitrade, большую часть времени осуществляла вывод небольшими суммами, при этом в системе бэк-офисов EagleBitrade подтверждались значительные суммы. По сути, платформа оказалась не готова работать с большими суммами в автоматическом режиме, и обработка заявок проходила в режиме ручного подтверждения. Поэтому президент Эдсон Джуниор приостановил партнерство с этой платформой. Кроме того, мы заметили, что команда программистов не запустила автоматические платежи, как это было раньше. Работа на платформе происходила слишком медленно. На данный момент президент и вице-президент EagleBitrade подали в суд на бывшего руководителя IT-отдела Бруно Попоула, который отвечал за обработку транзакций и финансовые операции. Кроме того, он сам при этом являлся соучредителем компании. Конечно, вся эта история может выглядеть как мексиканский сериал, но именно это и произошло в компании. На протяжении более двух месяцев мы пытались в авральном режиме решить вопрос с платежами, пока не обнаружили, что на самом деле бывший IT-директор Бруно Попоула заинтересован в том, чтобы нормальный процесс выплат так и не был налажен. IT-директор Бруно Попоула вместе с мастер-дистрибьютором Бруно Перейра умышленно создавали препятствие выводу денег с целью очернить имя EagleBitrade. Учитывая, что EagleBitrade быстро развивалась и структура быстро росла, президент и вице-президент имели очень загруженный график работы и не понимали, что происходит до последней поездки в Дубань, когда было обнаружено, что Бруно Перейра вместе с Бруно Попоула планируют через несколько недель запустить на рынок новую компанию. Проще говоря, оба Бруно намеренно саботировали работу EagleBitrade для того, чтобы впоследствии обеспечить старт и быстрый успех в собственной компании, переведя туда большую часть структуры партнеров EagleBitrade, обещая быстрое решение вопроса заработка и вывода денег. В связи с этими обстоятельствами президент EagleBitrade начинает сотрудничество с известным предпринимателем из Бразилии Клаудио Энрике, который имеет собственный банк на Багамских островах и является создателем нескольких известных компаний. В этот же период начались сложные переговоры с Бруно Попоула, который присвоил базу данных компаний. После долгих дебатов и торга между Клаудио Энрике, Эдсоном Джуниором и Сандрой Риберал с одной стороны и Бруно Попоула с другой стороны, последний предоставил коды доступа к системе и базе данных. Это произошло ровно 15 дней назад. Клаудио Энрике, Эдсон Джуниор и Сандрой Риберал создали совместное предприятие между Eagle Bitrade и компанией ID Identification. Эта компания принадлежит Клаудио. Совместное предприятие назвали ID Eagle. Ввиду этого, IT-персонал Экобан Коин, президентом которого является Клаудио Энрике, начал разработку нового бэк-офиса. 13 августа на официальной странице Eagle Bitrade на Фейсбуке была проведена онлайн-конференция, на которой подробно рассказывалось о старте партнерства компании и новом этапе ее развития. В данный момент происходит проверка базы данных в новом бэк-офисе, и как только она будет надлежащим образом протестирована и верифицирована, она станет доступна для партнеров, чтобы каждый мог зайти в свой кабинет, а также сделать вывод средств. Вместе с этим существуют некоторые вопросы, на которые мы пока не в состоянии ответить, потому что конкретные ответы можно получить только тогда, когда система будет функционировать на 100%. Это следующие вопросы. Когда можно будет выводить деньги? Какие суммы можно будет ставить на вывод? И так далее. Вся информация будет публиковаться по мере того, как только нужная информация появится в распоряжении новой дирекции. После реконструкции слияния компания больше не будет управляться президентами. Сегодня у нас есть два действующих президента. Это Эдсон Джуниор от компании EagleBitrade и Клаудио Энрике от компании ID Identification. Но оба делегируют полномочия прямого управления компанией дирекции Генерального совета, который уже был избран и в нужный момент будет представлен, и его исполнительному директору Мигелю Гомесу. Мастер-дистрибьюторы будут введены в состав коммерческой дирекции совета. Они будут принимать участие в развитии партнерской сети, и каждый из них имеет право на один голос в совете директоров. Эта группа создана мной не только для передачи важной официальной информации, но и для обмена профессиональными замечаниями по работе компании, а не только псевдомотивационными или критическими сообщениями, так как это не мой стиль и тем более не стиль компании. Уже решено, что все партнеры станут акционерами компаний, участвующих в совместном альянсе ID Eagle, и получают контракт, который является подтверждением их прав. Кроме того, все партнеры будут иметь доступ к новым политикам и процедурам компании, и уже есть информация, что нормативы, прописанные там, значительно более жесткие и профессиональные. Хотелось бы подчеркнуть сильные стороны президента Эдсона Джуниора и вице-президента Сандры Риберал, а также мастера Родриго Фумака, в силу того, что они прошли весь этот процесс с большой самоотверженностью и мужеством. Они всегда ищут возможности решить ситуацию на благо всех партнеров компании, даже если на первый взгляд кажется, что это не так. Эти люди изо всех сил старались сохранить компанию и продолжают это делать. Мы ценим понимание со стороны каждого из вас и готовы развеять любые сомнения относительно компании. Спасибо. Конечно, самый злободневный вопрос, который интересует всех партнеров и инвесторов, это вопрос с выводом. Вот что сказала по поводу вывода Ирина Абалакова. По поводу вывода очень хорошо говорил Мигел, что с момента старта бэк-офиса с персональными данными, там будут некоторые данные, которые мы должны будем в профиле добавить, с момента старта у нас будет поэтапно открыт вывод. Он объяснял, почему и как. Выше изложена вся его речь. Поэтому я думаю, что после вторника, среды, следующей недели какие-то пробные выводы начнутся. Ну, первые пробные должны быть в ручной обработке, я так думаю, потому что автомат на привязке через API-ключи, на привязке двух сайтов, а это только к концу следующей недели. Я объясняла, почему. Поэтому реальные выводы, серьезные, массовые, с сентября начнутся. Но я думаю, что мы пробный какой-то должны получить еще в августе. Я думаю, потому что из разговоров, из вот сроков, из объяснения. Я звоню каждый день, спрашиваю, что у них получилось, что решено, что еще в процессе подтверждения протокола, суббранца, в процессе чего, в процессе хождения, грубо говоря. Поэтому я передаю четко то, что сказано свыше. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.